всем привет меня зовут жанна это мой канал о вязании сегодня мы с вами научимся вязать вот такие красивые ажурные жгутики рапорт этого узора состоит из 18 петель плюс 2 кромочные петли и 15 рядов в высоту мы с вами провяжем сейчас один рапорт для образца я наберу 20 петель 18 петель это узор и 2 кромочные петли набирать буду обычным классическим способом как набирать классическим способом подробно я оставлю здесь ссылочку сверху вы сможете пройти посмотреть и так набирать я буду на две спицы 20 петель 20 петель я набрала одну спицу убираем и первый ряд мы будем провязывать следующим образом 2 изнаночные 2 петли вместе с наклоном вправо накид 2 изнаночные дальше накид 2 лицевые с наклоном влево 4 лицевые 2 изнаночные 2 петли вместе с наклоном вправо накид 2 изнаночные и так кромочную петлю снимаем не провязывая далее 2 изнаночные 2 петли вместе с наклоном вправо накид 2 изнаночные далее накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 4 лицевые 2 изнаночные 2 петли вместе с наклоном вправо накид 2 изнаночные кромочную петлю также провязываем изнаночной петлей поворачиваем работу на изнаночную сторону кромочную петлю снимаем и дальше вяжем по рисунку 2 лицевые накид провязываем изнаночной петлей за правую стенку дальше изнаночная 2 лицевые далее 4 изнаночных затем еще одна изнаночная накид провязываем также изнаночной петлей за правую стенку 2 лицевые изнаночные изнаночные еще одна изнаночная и 2 лицевые накид кромочную петлю провязываем изнаночной петлей поворачиваем работу сейчас мы с вами в третьем лицевом ряду 3 лицевой ряд 2 изнаночные накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 2 изнаночные лицевая накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевые 2 изнаночные накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 2 изнаночные и так кромочную петлю снимаем не провязывая далее 2 изнаночные он затем накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево петли должны быть не скрещенными поэтому мы поворачиваем их правыми стенками от себя затем 2 изнаночные 1 лицевая накид 2 петли вместе с наклоном влево разворачиваем их правыми стенками от себя и провязываем вместе 3 лицевые далее 2 изнаночные накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево провязываем за правой стенке и 2 изнаночные кромочную петлю также провязываем изнаночной петли поворачиваем работают 4 изнаночный ряд провязываем по рисунку накид и провязываем за правую стенку изнаночной петли 5 лицевой ряд 2 изнаночные 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид 2 изнаночные 2 лицевые накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевые 2 изнаночные 2 петли вместе с наклоном вправо накид 2 изнаночные и так кромочную петлю снимаем не провязывая далее 2 изнаночные 2 петли вместе с наклоном право накид 2 изнаночные 2 лицевые накид 2 петли вместе с наклоном влево 2 лицевые 2 изнаночные 2 петли вместе с наклоном вправо накид и 2 изнаночные кромочную петлю также провязываем изнаночную петлю 6 изнаночный ряд провязываем самостоятельно по рисунку и встречаемся в седьмом ряду 7 лицевой ряд 2 изнаночные накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 2 изнаночные 3 лицевые накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево лицевая 2 изнаночные накид 2 петли вместе с наклоном влево 2 изнаночные и так кромочную петлю снимаем не провязывая далее 2 изнаночные накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево далее 2 изнаночные 3 лицевые накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 1 лицевая 2 изнаночные накид 2 петли вместе с наклоном влево лицевой 2 изнаночные кромочную петлю также провязываем изнаночные петли дальше 8 изнаночный ряд провязываем самостоятельно по рисунку и встречаемся в девятом лицевом ряду 9 лицевой ряд 2 изнаночные 2 петли вместе с наклоном вправо накид 2 изнаночные 4 лицевые накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 2 изнаночные 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид 2 изнаночные и так кромочную петлю снимаем не провязывая 2 изнаночные далее 2 петли вместе с наклоном вправо накид 2 изнаночные далее 4 лицевые накид 2 петли вместе с наклоном влево 2 изнаночные 2 петли вместе с наклоном вправо накид 2 изнаночные кромочную петлю провязываем изнаночные 10 изнаночный ряд провязываем самостоятельно по рисунку и встречаемся в одиннадцатом ряду 11 лицевой ряд 2 изнаночные накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные накид 2 петли вместе с наклоном влево 2 изнаночные кромочную петлю снимаем не провязывая 2 изнаночные далее накид 2 петли вместе с наклоном влево 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 2 изнаночные кромочную петлю провязываем также изнаночные петли поворачиваем работу 12 изнаночный ряд провязываем по рисунку и встречаемся с вами в тринадцатом лице в тринадцатом ряду мы будем с вами делать здесь переведите жгутика слева направо кромочную петлю снимаем не провязывая 2 изнаночные затем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид и 2 изнаночные и вот мы с вами подошли вот к этим 6 петлям которые мы сейчас будем с вами перевивать перевести вам делать слева направо поэтому мы первые 3 3 петли снимаем не провязывая на правую спицу рабочая нить у нас перед работой дальше мы провязываем следующие 3 петли лицевыми провязали и затем вот так вот держа спицу за работой петли которые мы не провязали который мы просто переснимали мы вот таким вот способом поддеваем их левой спицей и вот так вот аккуратно убираем правую спицу из всех вот этих 6 петель жгутика и тут же быстро обратно надеваем на правую спицу вот эти петли которые мы уже провязали 3 петли и вот так их как бы перекрещиваем возвращаем нить рабочую за работу и вот эти три петли которые мы не провязывали провязываем их лицевыми и все вот мы с вами переведите сделали дальше мы провязываем 2 изнаночные далее 2 петли вместе с наклоном вправо накид 2 изнаночные и кромочную петлю мы тоже провязываем изнаночной петлей поворачиваем работаю 14 изнаночный ряд мы провязываем с вами по рисунку и 15 лицевой ряд мы с вами провязываем точно так же как вязали 11 лицевой ряд то есть 2 изнаночные накид 2 петли вместе с наклоном влево 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные кромочную петлю снимаем не провязывая 2 изнаночные далее накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 2 изнаночные 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 2 изнаночные 2 изнаночные кромочную петлю провязываем изнаночной петлей дальше провязываем изнаночный ряд 16 по рисунку и дальше начнем с вами вязать узор снова с первого ряда повторять рапорт вот я провязала два рапорта высоту вот что получается я надеюсь что этот узор вам был полезен если видео вам понравилось не забудьте поставить пальчики вверх подписаться на канал и не забывайте делиться этим видео с вашими знакомыми и друзьями в социальных сетях но я с вами не прощаюсь до встречи в следующих мастер-классах